Дорогие друзья, сегодня у нас очередная сенсация. Впервые в Адыгейском государственном университете штатный преподаватель, сотрудник Кавказского математического центра Алексей Владимирович Саватеев, член-корреспондент Российской Академии Наук предоставляет нашему вниманию замечательную лекцию «Три судьбы», «Три Нобелевки», «Эрол», «Нэш» и «Контарович». Прошу. Спасибо, друзья. Я счастлив быть здесь снова дома. Ну и это самое, у нас сегодня будет две лекции, как вы знаете, одна здесь, одна в три. И лекции эти будут вроде бы, они вроде бы по экономике. Я вообще-то член-корреспондентом избран по отделению экономики. Но дело в том, что экономика, она на самом деле, в нынешней ситуации, да, в 21 веке, она пропитана математикой, она пронизана ею насквозь. Вот, то есть просто куда ни ткни, как бы все, что экономисты пытаются делать, они постоянно к математике обращаются. И, соответственно, чем лучше экономист знает математику, тем лучше просто он делает то, что он делает, что он не делает. Ну и, в частности, это показывают Нобелевские премии. Если вы возьмете список Нобелевских премий за все времена по экономике, тут тоже некая хитрость. На самом деле Нобел никакую экономику премии не награждал. Так же, как и математика, экономика выделена за список дисциплин, которые благодарны дают Нобелевскую премию. Но экономисты хитрые, они придумали Нобелевский комитет, который вместо Нобеля выдает. Ну, как бы и у большинства народов сливается Нобелевская премия по экономике. Строго говоря, такой премии просто нет. Есть премия Нобелевского комитета по экономике. Но, понятно, что никто в детали не вникает. Ну и, соответственно, где-то с 68-го года их начали давать, если я не ошибаюсь. Ну вот прошло там 55 лет примерно. Вы можете просто посмотреть в интернете, в Википедии, набрать там Нобелевскую премию по экономике и посмотреть на формулировки, за что их давали. Вот. И вы обнаружите на самом деле, что львиная доля, чуть не 80, наверное, процентов, это довольно серьезное математическое моделирование нашей реальности, которое было признано адекватным. Признано в дальнейшем потомками адекватным. Нобелевская премия вообще выдается по экономике спустя 40-50 лет после того, как человек разработал модель. Это вот такой принцип настоявшегося вина. Знаете, есть молодое вино, да? А есть там коньяк в бочках, который должен настояться. И вот Нобелевская премия, это вот как такой коньяк в бочках. Если вы в физике что-то открыли, это сразу признанно, и через два года вы Нобелевский лурят уже, да? А в экономике так это не работает, потому что можно написать хитроумные модели, можно написать совершенно гениальные теоремы доказать про свои модели. Но то, насколько это моделирование адекватно реальности, как оно повлияло на реальность и на восприятие реальности экономистами, это можно понять только спустя очень много лет. Вот, в частности поэтому Нобелевский лурят, это там долгожители, просто большинство не доживает на Нобелевской. Если 50 лет, ты 40 лет открыл что-то, 50 лет это все вот настаивалось, как вино. И когда тебе 20, ты получил Нобелевскую премию. Типичная история. Ну, далеко не все доживают до 90, поэтому многие не дожили, умерли. Им бы дали Нобелевскую премию, но сами виноваты, не дожили, да? Вот, так сказать. Но и я хочу выделить трех, вот в этой лекции я хочу выделить трех, ну, на мой взгляд, самых великих экономистов, ну, так сказать, нового времени, там, конечно, говорят про Адама Смита, говорят про каких-то о деятелей 19 века, тот же Леон Вальрас, который сегодня будет упомянуть еще, много имен в 19 веке были, но вот эти вот, как бы, Нобелевские премии выдавались уже только 20-го, ближе к концу. И, соответственно, вот три человека, которых я лично считаю самыми великими экономистами в последних 100 век. Значит, давайте начнем, просто я про них расскажу, про всех трех этих людей, кратко расскажу про то, значит, ну, там, какие-то их биографии, эпизоды, ну, и самое главное, самое главное, я опишу их достижения, опишу их достижения, ну, постараюсь понятным языком это сделать, постараюсь, насколько это получится. Вот, ну, начнем вот, вот они, это их годы жизни. Кеннет Эрро прожил 96 лет, совсем недавно он скончался. Джон Форбс Нэш, знаменитый Джон Нэш, родился, ну, короче, тоже там, 87, что ли, лет получается, да? Ну, Джон Нэш погиб, как это сказать, в насильственной смерти, в том смысле, что он разбился на машине. Вот, и Леонид Витальевич Конторович, он 1112-1186, наш с вами соотечественник, великий экономист, лауреатного ископления. Ну, вот, теперь поехали. Вот это вот Кеннет Эрро. И я его еще, собственно говоря, застал. Я был на его лекции, я был на конференции, где он участвовал. Он успел приехать даже в Москву в какой-то момент с лекцией. Очень такой интересный, он даже, когда ему было вот за 80, когда я его видел, он воспринимал, воспринимал очень трудную лекцию, воспринимал, задавая очень точные вопросы, прямо по адресу, самые сложные, как бы, то есть он был в кондиции, да, интеллектуальной кондиции до самого конца, до самой смерти. Так, во время войны Кеннет Эрро был офицером метеослужбы военно-воздушных сил США. Ну, по сути, в ту войну мы были союзниками с Америкой. Вот, и первая публикация Кеннет Эрро, она, собственно, никакого отношения к экономике не имеет, об оптимальном использовании ветров для планирования полетов, да, то есть если вы узнали карту погоды с ветрами, то как минимум бензина потратить, да, чтобы из точки А в точку Б долететь по этим ветрам, да, используя их, вот, как-то. И это очень интересно, сложная очень наука, это, на самом деле, оптимальное управление, вот. И вот, соответственно, первая опубликованная работа. Нобелевскую премию он получил в 1972 году вместе с Хиггсом за вклад в теорию экономического равновесия и теорию благосостояния. Но у него два результата, которые достойны того, чтобы их очень подробно обсудить. Кроме того, за что он, на самом деле, получил эту премию, то есть это модель Эрро де Бре, я про нее сейчас расскажу, но прежде я расскажу про некоторый нашумевший результат, его не внесли в формулировку Нобелевской премии, называется теорема Эрро о диктаторе. Это, значит, следующая модель и ситуация. Сейчас я, вот, работает, переключаем. Вот, представьте себе, как устроена работа, ну, парламента. Вот, представьте себя парламентариями. Допустим, каждый из вас это парламентарий. Даже, в принципе, примерно столько же, наверное, их и есть. Ну, может быть, твой, твой еще. Вот, и у вас, давайте вас перенумеруем, вот у вас Н человек, да, каждый из вас парламентарий. И выносится на обсуждение некоторые альтернативы какие-то. А, Б, С. Что значит альтернатива? Это означает, ну, какой-то план, план для государства. Например, такой план, как прорыт туннель из Гузелепля в Красную Поляну, да, Роза Хубер, прорыт туннель. Хороший план, да? Сразу же, как бы, прямая, будет очень сильно спрямлена дорога на юг, пойдет через Майкоп как раз. Вот, это один вариант. Другой вариант, это, например, мост на Сахалин. Тоже такое серьезное предприятие, да, для государства. Дорога на Чукотку, какие-то еще инфраструктурные проекты. Ну, то есть, есть список больших проектов, которые, ну, мы не знаем изначально, на сколько проектов хватит денег. Понятно, да? То есть, вот у нас есть этот список. Было бы круто сделать все. Ну, как бы, у нас ограниченный бюджет. Вот, соответственно, вопрос, какие проекты более приоритетны, чем другие. И желательно это сформулировать сразу, как бы, договориться о том, какой у нас список приоритетов проектов. И тогда, когда у нас будет готов бюджет, например, там мы узнаем какие-нибудь влияющие на это новую информацию, мы будем знать, из какого бюджета мы можем исходить, мы уже берем первый проект, который самый приоритетный, смотрим, хватит на него денег, отлично, если хватит, реализуем. Второй смотрим, соответственно, тоже хватит денег. Ну, то есть, нам желательно получить список проектов в порядке убывания приоритета. Задача понятная, да? Ну, в принципе, понятная задача ее решает любой парламент. Теперь как мы ее решаем? Как? Ну, в принципе, каждый из вас, он как-то в голове, если вы парламентарии, я напоминаю, что каждый из вас парламентарий. То есть, каждый из вас должен для себя решить, как ему кажется, что важнее для страны, да? Упорядочить, там, кто-то считает, что С на первом месте, потом А, потом, там, какие-нибудь Д, Ф, В, ну, тут сколько-то их, какой-то фиксированный список проектов, не знаю, например, если О, Ж, то это будет восемь человек. Вот. Второй, наоборот, считает, что А самый лучший, потом Д, М, Ф. Ну, и так каждый, да? Каждый что-то считает. Каждый для себя их упорядочит. Вот парламентария сидит, да? И дальше, дальше нужно решить, что мы будем делать как коллектив. То есть, вот мы представители народа, да? Такая идеальная демократия, идеальная демократия. У каждого есть представление о том, что важнее, что менее важно. Мы их агрегируем в единый взгляд, нас как единого целого, да, как парламента. Мы говорим, ну, вот мы тут посвящались и решили, вот такой, такой, значит, порядок, приоритета. Ну, первое, что приходит в голову, это, пока, в каждой паре голосовать просто, да? Вот что приоритетнее, А или Б? Давайте голосовать, кто за, да? Кто за А? Поднимают, например, 200 человек. А за Б? Поднимают 115 человек. Ну, все понятно, значит, А приоритетнее. В чем проблема этого подхода? Почему вот так не сделать? В каждой паре просто выяснить, какая из альтернатив лучшая, и дальше их в порядке убывания поместить. Кто мне скажет? И у меня две проблемы. Если количество проблем бесконечное, если количество альтернатив, у нас четко. Да, четкость – это некоторая маленькая проблема, да, она стоит в том, что если поровну, да, то непонятно, какой выше. Ну, хорошо, давайте считать, что поровну мы так и поставим, что они одинаково значны для страны. Проблем бесконечности не будем брать, пусть конечный список. Есть список, мы его обсуждаем. Есть еще одна очень важная проблема, кто попробует угадать? Долго? Нет, 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 при современных технологиях не вопрос. Ну, пока, ну, будем считать, что это проблемы тоже как бы нет. Как выбрать пары, которые сравнивают? Что? Как выбрать пары, которые сравнивают? Ну, альтернативы выбирают? Ну, посмотрели просто вот там, посмотрели, выучится, и потом посмотрели там, а, еще лучше, чем вы, там еще кто-то, ну и посмотрели, которая самая высокая. Ну-ка, думаем. С точки зрения кого? Мы же есть приоритет, мы как бы его формулируем, формируем. Подсказка. Проблема математическая. Проблема математическая, она вскрыта. Давайте я подскажу, может быть, кто-то вспомнит. Был такой, во время французской революции, вот такой вот товарищ, или э на конце, не знаю, то ли э, то ли е. Кондорсе. И есть такой парадокс Кондорсе. Не знаете парадокс Кондорсе? Правильно. Правильно. Там может не быть транзитивности. Одна треть считает, что А лучше Б, а Б лучше С. Еще одна треть считает, что Б лучше С, а С лучше А. А еще одна треть считает, что С лучше А, а А лучше Б. Голосуем А против Б. Сколько народу считает, что А лучше Б? Две трети, вот эти и эти, а эти наоборот. Значит, соответственно, мы полагаем, что А лучше Б тогда для государства. А Б и С, если мы сравниваем? Опять две трети, эти и эти. Ну тогда мы должны, по идее, по-нормальному, да, мы должны иметь, что А лучше, чем С, если А было лучше Б, а Б лучше С. Ничего подобного. Ставим на голосование С и А, и получаем, что вот эти и эти все считают, что С лучше А, то есть две трети тоже будет в этом порядке. Вот такой цикл. Цикл Кондорсе, так и называется. 1789 год. Вот. И, соответственно, это, собственно, и есть главная претензия к естественному, первому приходящему в голову механизму просто опросить всех насчет пар. Ничего не выйдет, будут циклы. Да, ну и дальше, дальше было огромное количество исследований, и в конце еще 18-го века, и весь 19-й век многие ученые предлагают все иные схемы вот такого агрегирования, да, то есть когда я беру список вот таких упорядочиваний, да, беру список упорядочиваний и выдаю на выходе какое-то одно упорядочивание, которое я считаю правильным, да, вот таким, которое отражает в усредненном виде информацию о мнении всех парламентарий, всех, кто часто посуждит. Вот. Ну и тут, наверное, надо сказать, что все эти годы, да, каждому из методов, который был предложен, возникали какие-то претензии, то есть получалось, что, часто получалось так, что увидев механизм и узнав, как он работает, парламентарии начинали хитрить, грубо говоря, да, то есть парламентарий, он менял порядок, альтернатив, показывал не тот порядок, который у него в голове, он обманывал, он подавал обманный порядок, и это в результате влияло на то, что какие-то альтернативы, которые ему больше нравились, оказывались выше в результирующем, то есть, как называется, хакнуть, хакнуть систему, да, система говорит, мы будем вот так, так и так действовать, а парламентарии такие умные, а, блин, тогда я сделаю так, я вот здесь обману, здесь обману, ну, в общем, получается там, в результате этих обманов получается ситуация совершенно безумные, когда вверх вымывались совсем никому не нужные альтернативы, а внизу оставались там хорошие, ну и в конце концов было сформулировано требование, механизм агрегирования вот этих списков должен быть неманипулируемым, что это означает? Это означает, что если вы хотите узнать А или В, две альтернативы, сравниваете А или В выше, то не должна эта информация, да, не должна на исход агрегирования не должна влиять посторонняя для этих двух А и В вот альтернатив информация, то есть, грубо говоря, куда я поместил С, вверх там, над А или между А и В, или ниже В, третью какую-то альтернативу, ну и все остальные тоже альтернативы, не должно влиять на итог, если мы рассматриваем А и В, то итог должен зависеть только от того, в каком порядке А и В, ну, у разных парламентарий записаны, здесь разные парламентарии могут иметь разный въезд, то есть, не обязательно, что мы просто по количеству тех, кто считает, что А и ВЧБ действуют, но требование, это должно быть соблюдено, неманипулируемость, вот, ну и второе требование, которое тоже было, ну, как бы сформулировано в конце концов, но оно совершенно очевидное, оно стоит в том, что если вдруг вот так вышло, что все поголовно, весь парламент считает, что БЛУЧЦ, то, конечно, общество тоже заявляет, ну, то есть, он подает, он говорит, что общество считает, что БЛУЧЦ, если все представители народа так считают, ну, значит, это точно должно быть и в итоге в успех. Вот у нас, получается, два требования. Два требования. Первое, неманипулируемость, такая независимость, это называется строго, строго формулируется как независимость от посторонних альтернатив. То есть, при работе алгоритма, который будет предложен, не должно возникать ситуации, что относительно двух альтернатив, то, куда я третью засунул, влияет на исход относительно этих двух. Вот этого не должно быть ни в какой ситуации. Это формулируется как строгая некоторая математическая аксиома. Называется независимость от посторонних альтернативов. И вторая аксиома называется паретооптимальность. Это означает, когда говорим паретооптимальность, это значит, что если все одинаково считают, то означает, что так и будет считать общество. Это единое целое. То есть, итоговый список, если все считают, что А лучше Б, тоже содержит информацию, что А выше, чем Б. Ну, вот такие всего лишь два требования. Ну и последнее требование состоит в том, что наш механизм не должен буксовать. А что значит буксовать? Это значит, вы ему кгрузили какие-то начальные данные, а он говорит, не могу их обработать, не могу их обработать, да? И у вас на выходе ничего нет. То есть, 30 требований состоит в том, что любой список, грубо говоря, парламент на этом можно было бы закрыть. Если бы мы выдумали такой механизм, то каждый парламентарий просто как бумажку вставляет в него, да? Вот эти вот 450 бумажек, как у нас в Думе, допустим, да, вставляются, потом их считывают, подставляют в этот функционал, который превращает их в единый список, и единый список публикуется на экране. Любые должны, вот при любом входе, должна быть такая информация на выходе. Ну и вот, что сделал первым. В 1900, опа, в 1950, кажется, в первом году или 50-м, он два подряд, у него было такие два выстрела в угор, две великие теоремы за два года. Вот. И он, значит, вот в районе 50-го года, он доказал теорему. Значит, теорема такая, пусть. Вот как математически, да, что значит функционал? Ну, это отображение просто, да, это математически формулируется на понятном всем математическом языке. Мы берем функционал из множества всех упорядочиваний в декартовой n-ной степени, да, то есть вот это множество всех порядков. Тут будет k-факториал элементов, где k – это число альтернатив. a1, a2, так далее, а k – это у нас альтернативы. Соответственно, ну, все знают, да, комбинаторное правило сколько бы способов упорядочить k-объект, k-факториал элементов, да? Но вот здесь еще больше, здесь в n-ной степени, да? k-факториал нужно возвести в n-ную степень. Это множество всех возможных начальных данных. И вы должны каждое, значит, каждый набор начальных данных преобразовать просто в какое-то упорядочивание. Ну, здесь я вот про нестрогие упорядочивания, я как бы бог с ними, на самом деле можно усилить теорему. Теорему, что здесь были нестрогие, и все равно она будет верна. Ну, давайте, для простоты пусть строгие. Соответственно, вот пусть Эх — это такой вот алгоритм, который паретооптимальный и неманипулируемый, то есть независимость от посторонних альтернатив. Ну и, соответственно, он универсальный, то есть любой набор данных можно подставлять. Ну и что вы думаете тогда? Тогда он диктаторский. Тогда он диктаторский. Что значит диктаторский механизм? Это значит, что существует лицо, некое лицо среди парламентариев лицо и из множества всех парламентариев один, два, так далее, и н. Такое, что просто математический Эх от любого набора упорядочиваний, там, сигма-1, сигма-2 и так далее, и кси, кси-н, равно просто кси с номером И. Что это означает? Это значит, что я выслушал каждого из вас и сделал так, как считает ровно какой-то один человек, этот один, но выделенный во всей, чем не просто сделал, как он считает, а всегда при всех входных начальных данных я игнорирую всю вообще информацию, кроме того, что данный конкретный человек считает именно так. То есть, оцените теорему. Теорема. Рассмотрим алгоритм, который преобразует мнение парламента в мнение народа. Если он удовлетворяет вот этим простейшим требованиям, то он диктаторский, то есть он просто игнорирует мнение всех, кроме одного человека. А всегда одного и одного. Точно. Все. Это была буря. Вот, понимаете, я, наверное, не знаю ни одного научного открытия, которое бы послужило такой буре, как вот эта доказанная теорема в 1750-1851 году. По Европе пронеслась там волна каких-то этих самых. Ну, в общем, это реально имело последствия там. Проценты за коммунистов сильно выросли на выборах после этого. То есть, это было действительно, это был фурор полный. То есть, грубо говоря, универсальной системы демократических процедур не может существовать. Она может быть только диктаторской. Вот, что называется, хоть в точке, как в банке. Чистая математика, ничего больше. Чистая математика. Ну, конечно, дальше о применениях этого надо говорить аккуратно, потому что в реальности трудно представить себе, что мы подаем на вход любые вообще списки предпочтений. Вот вообще любые. Конечно, там какие-то ограничения возникают. Есть понятие, там, однопейковые предпочтения. Есть много коррекции этой теоремы. Но, тем не менее, вот ровно в этом математическом виде она есть и все, и ничего с ней не сделать. Это первое достижение, первое. Так, второе я расскажу чуть более кратко. Хотя оно, наверное, хотя именно за него он многое искупременно и получил, да? Значит, что это за достижение? Это теорема о функционировании рынка. Рынка, ну, обмена товаров. И она в позитивном смысле, предыдущая как бы в негативном смысле. Это теорема в позитивном смысле. Но представьте себе, что все пришли на базар, каждый принес в своей корзине какие-то предметы выращенные где-то у него на огороде или там как-то где-то добытые. Вот все эти корзины принесли люди, первый, второй и так далее, там, энный. Принесли корзины. И нужно дальше, ну, как бы организовать, организовать обмен, ну, обмен между ними. На самом деле теорема относится и к более общей ситуации, когда и производство существует. Но ограничимся вот этой такой простейшей ситуацией. Ну, типа, вот знаете как, кто из вас ходил походы? Наверное, больше половины, да? Ходило так или иначе какие-то длинные походы. Там есть такое понятие раскладка. Знаете, что такое раскладка, да? Раскладка – это когда вам каждый завтрак выдают тарелку каши, кусок сыра, там, пастилу, да, сухофруктик. Вот. И вот когда вы, ну, и то же самое происходит там на обед, на ужин, и так каждый день. И в этой ситуации кто, особенно детей водил, знает, что начинаются обмены такие, обмены. Я тебе сыр, ты мне колбасу, да? Я тебе пастилу, ты мне, там, ты мне завтра геркулес. Ну, бывают такие фьючерсные варианты, такие даже как-то финансовые рынки появляются, такие в походах иногда. Ну, в общем, в любом случае ясно, что у людей вкусы разные, да? А им, ну, выдают-то все одинаково. Ну, и начинаются вот эти обмены. Ну, и также вот здесь вот пришли люди, как бы, это такой самый абстрактный базар. Вот приходят люди с произвольными корзинами, они начинают меняться. Мы хотим предсказать итог этого взаимодействия. На самом деле, фактически, это модель экономики. Вот просто как она есть, но только там еще производство есть. Ну, я уже сказал, что на самом деле его теорема относится и к производству. И вот у меня возникают эти какие-то локальные сделки. Этот этому что-то поменял, этот тому поменял. Ну, и довольно понятно, что, в принципе, можно это все записать как, пусть у нас N человека, товаров будет L, L товаров. Тогда, значит, у меня получаются такие, как бы, коэффициенты обмена одного товара на другой возникают. То есть, сколько я кусков сыра, сколько грамм сыра я выдаю за грамм колбасы. Ну, там бывают виллы, да, кто-то так любит сыр, что он готов там всю свою колбасу за вот такой кусочек и так. Кто-то, наоборот, в обратную сторону, да. Но вот вся система, как единое целое, должна сформулировать, какой будет коэффициент обмена. Потому что, если он будет разный в разных местах, то что возникнет? Понимаете, что происходит? Я беру колбасу, здесь мне за нее два куска сыра дают, а здесь, соответственно, один к одному. Конечно, получается то, что называется арбитраж, нечестное обогащение, в точности. Это вот просто есть такой термин, умный термин для несчестного обогащения. Я беру колбасу, меняю здесь на два куска сыра, а потом бегу в ту компанию, где кусок на кусок меняют. Меняю, соответственно, обратно один из кусков на колбасу. Вот у меня была колбаса, встала колбаса и сыр. Круто, да? Вот взял из пустоты, вот так, с неба, на меня упал кусок сыра. Вороник как-то, Бог, послал кусочек сыра. Ну, через арбитраж это как бы можно создавать. Значит, соответственно, мы получаем, что эта система должна прийти к ситуации, когда эти коэффициенты строго определены. Это матрица, все, она должна быть вот такой. Первый вопрос на засыпку. Чему равна диагональ этой матрицы, какие на ней стоят числа? Не нули. Единички, конечно. Сколько я колбасы даю за колбасу? Ну, вероятно, один кусок. А сколько сыра за сыр? Тоже, наверное, один к одному, да? Ну, это очевидно. Теперь следующий вопрос. Как связаны П и Ж с БЖИ? Допустим, если я получаю 5 грамм сыра за грамм колбасы, то за грамм сыра я получаю одну пятую грамм колбасы. Вот. И опять же, иначе будет арбитраж, да? Ну, как бы, иначе ситуация бессмысленная. Есть еще одно условие. Как связаны П и ЖИ и БЖИ, допустим, или маленькая? Кто скажет? Правильно. Если я обменял колбасу на шоколад, а потом шоколад на сыр, то должно быть то же самое, что напрямую. Иначе это опять нечестное обогащение, понимаете, да? То есть все эти условия связаны с возможностью нечестного обогащения. Значит, чтобы его не было, должно быть выполнено вот эти три условия, которые сказал Денису на диагонали, обратное для этих, и тройные, их можно так написать, П и ЖИ, П и ЖИЛ, П и ИР равно 1. И оно будет похоже на вот это. Следующую по длине, четвертую, я не должен писать, она следующая из предыдущих, можете попробовать доказать самостоятельно. То есть то, что произведение четырех от таких подряд будет равно 1 и следующую, произведение трех. Из того, что произведение трех. Так вот, ну, довольно простой факт, который каждый из вас может вечерком осознать, состоит в том, что если эти требования выполнены, то существует вектор цен определенной с точностью до пропорциональности, ну, как бы в бумажных носителях. То есть существует просто способ каждому товару, ну, назначить цену в бумаге, в бумажных деньгах. И все вот эти вот коэффициенты будут равны отношению вот этих. То есть П и ЖИ просто будет равно к уже денег на КУ И. И цена одного делительных, цена другого. Или наоборот. Вот. То есть на рынке должен возникнуть вектор цен. Если он долго существует, если нет вот этого нечестного обогащения, должен возникнуть вектор цен. А дальше, это вот это еще было известно Леону Вальрасу, это его модель, это 1980 год. Зачем же ее называют модель Яру де Брэ? Только по одной причине. 70 лет подряд не могли доказать существование такого вектора. То есть вроде как кого-то он должен быть, да? Но в каком смысле он должен быть? Он должен быть, чтобы не было арбитража. Но это не означает, что он есть. Если мы, например, убедимся в том, что его нет, значит никогда система не придет к никакому стабильному состоянию. Ну, значит, рынок будет хаотичным. Так вот, вот 70 лет не могли доказать. Это оказалось сложнейшей математической теоремой. Это одна из самых сложных теорем вообще, которые я когда-либо лично разбирал и доказывал студентам в российской экономической школе пять лет подряд. Одна из наших теоремы. Теорема Яру де Брэ о существовании равновесия. То есть существование такого вектора цены. А что значит равновесие? Что это означает? Смотрите, что это означает. Это значит, что каждый из вас приносит мне корзину этих продуктов, а я выдаю взамен деньгу, где написана ее стоимость по этим ценам. Так? А потом каждый из вас приносит мне деньгу и говорит, продай мне вместо моей корзины столько-то сыра, столько-то колбасы, столько-то масла. И я продаю. А потом следующее приносит деньгу. А мне за эту деньгу полагается, ну, мне полагается любой набор продуктов, который будет стоить не больше, чем эта деньга. А я заказываю то-то, то-то, то-то. И я ему даю. А потом вдруг кто-то приходит и говорит, ну, вот я тоже хочу там хлеб. А я говорю, ой, а хлеба нет. Дефицит. Цены неправильно написали. Понимаете? То есть, если от балды написать вектор цен, ничего не будет. У вас будут одни товары в дефиците, другие, соответственно, в излишке. И вот задача в том, чтобы найти такой вектор, чтобы полностью очистился рынок. Это просто очень трудная теорема. Очень трудная. Он существует. При вполне разумных предположениях. Там некие свойства на предпочтение накладываются. Ну, в общем, свойства, которые здесь накладываются, не безумны. Они там экономистам хорошо известны. И теории, да, теории в наезде всегда существуют. Ну, дальше возникает очень много всех этих моментов, которые под, как сказать, под ковром. Так, чтобы успеть рассказать чуть-чуть про Неша и про Конторовича. Так. Переключаем. И вот так, да? Так, ну, вот этот человек, конечно, известен, ну, я думаю, что всем, да? Поднимите руку, кто когда-то слышал о Джоне Неша. Вот. Значит, это человек совершенно эпический. В 1900, значит, что он доказал, что он доказал? Доказал он существование равновесия в любой конечной игре любого конечного списка участников с любыми списками стратегии. Но только слово равновесие, он объяснил, как правильно понимать, что такое игра. Ну, вот, например, мы играем вдвоем, я и кто-то со мной из вас играет. Ну, вот, например, мы с Давыдом Казбековичем решили поиграть на досуге. Я зажимаю монету, а Давыд Казбекович угадывает, решкой или орловой. Да? Вот. И если решкой, то мне, если угадывает, как я зажал, то я решек даю, да? А если не угадывает, то Давыд Казбекович мне дает орешек, да? Вот. Ну, вот, такая игра. Понятно, что то, что мы хотим от нее, идея равновесия в ней, она сразу натыкается на то, что четкое равновесие. Ситуация, что я угадал действия Давыда Казбековича, и он угадал мои действия. Но мы не хотим при этом ничего менять. То есть нас обустраивает. Я угадал, и я действую так, как я действовал до этого. Понятно, что в каком-то вот прямом смысле слова, прямолинейном, здесь равновесия быть не может. Потому что если я знаю, что он будет называть решку, я зажму орелом. Но если Давыд Казбекович знает, что я зажал орелом, то он назовет не решку, а орелом. Ну и понятно, что мне никакая пара, да, стратегий, что именно пытается угадать Давыд Казбекович, и что именно зажал я, никакая пара стратегий, всего четыре пары есть. Решка-решка, решка-орел, орел-решка, орел-орел. Никакая из них, естественно, равновесиям не будет. В одних ситуациях мне нужно сменить стратегию, чтобы не проиграть, а в других ситуациях долго-решка. Согласны, да? Тогда что мы будем называть равновесием в этой игре? Ну вот, как бы, до нашей незадолго и после него уже всегда фокусируют внимание на смешанных стратегиях. Что такое смешанная стратегия? Это означает, что я запускаю рулетку, я сам могу на ней написать вероятности, то есть я могу, например, треть колеса, треть колеса ставить стратегией зажимать решку, две трети стратегии зажимать орла. Дальше я запускаю колесо, и уже не слежу сам, я не регулирую стрелочкой, стрелочкой туда встанет, туда встанет. Тогда реализация такой стратегии с точки зрения моего контрагента, да, моего противника в игре, означает, что он сталкивается с лотереей, да, со случайными событиями. Может быть, выпадет решка, а может быть, выпадет орел. И будет это с теми вероятностями, с которыми я записал. Ну и в этом смысле здесь очевидное равновесие у каждого пополам и пополам, да? То есть, если я в половине случаев половину закрасил, да, фактически бросая монету, если я в половине случаев зажимаю решку в половине орла, то моему оппоненту не важно угадывать, пытаться угадать орла или пытаться угадать решку. И он тоже может это делать в половине случаев так, в половине так, и тогда мне тоже не важно, что зажимать. И я согласен, говорят, в половине, в половине. И вот эта половина-половина в этой простейшей игре — это равновесие по Нэшу. Нэш доказал, что такое равновесие, существует вообще всегда для любой конечной игры с конечными списками стратегий. Вот в этом смысле слова, в смысле смешанных стратегий. И как бы до этого, ну вроде как это на самом деле концепция, она относится к 1838 году, идее равновесия, что я пытаюсь сделать прогноз на ходы моих оппонентов, если их много, не один, а много, я каждого пытаюсь угадать, что он будет делать. Вот у него перед ним приборчик стоит, да, на приборчике несколько клавиш, это его стратегия. Я пытаюсь понять, какую клавишу он будет нажимать. Ну то, что он будет нажимать, зависит от того, что делаю я, да, это у нас взаимозависимость есть, я на него влияю. Я, например, утром, ну у меня нет машины, и я не собираюсь ее заводить, но любой как бы нормальный человек имеет машину, и, соответственно, утром решает, вот сесть за руль или не сесть за руль. Ну и о чем он думает при этом? Сесть или не сесть? О чем он думает? Какая информация была бы ему полезной, чтобы решить? Пробки, да? Сколько народ сел за руль? Если мне какой-нибудь гномик придет ко мне и скажет, что сегодня за руль сел весь город, да, то я точно поеду на метро. Ну это по Москве. Моя копия пробка вроде не замечена. Чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть бывает. Ну, в общем, если в Москве, то имеется в виду, значит, я поеду на метро. А если мне вдруг гномик сказал, что сегодня на редкость мало народу село за руль, да? Ну, спасибо, скажу ему. Взял его или поехал по пустой улице Москвы. То есть мне важно, очень важно узнать выбор остальных. И равновесие — это ситуация, когда я, узнав выбор всех остальных раньше, чем они, как бы, да, сделали его, совершаю ровно то действие, которое, если бы про меня узнали остальные, привело бы к их действиям как оптимально. Примерно понятно, да, о чем речь? То есть мы можем угадать друг друга, и угадав, действуем оптимально для себя, но получается ровно то действие, которое про нас угадывают наши контрагенты. Вот это называется Рене Симнеша. Это сформулировано в 1838 году. А Юстом Курно, он изучал рынок зерна. Он изучал французские такие базары зерновые. То есть когда все, в тем не менее, привозили на базар зерно, и цена складывалась в зависимости от того, сколько они привезут зерна. Если все много привозили, то цена падала, она была очень низкая, они мало зарабатывали. Если они придерживали зерно, привозили мало, то цена росла, но в этом случае как бы их выигрыш небольшой от этого участия, да, очень мало денег они поручали. Вот, и он предсказывал, как они будут себя вести. И что каждый пытается подослать к другому какого-нибудь, ну, мальчика, который подглядит, да, сколько зерна едет у этого в карете. Но так делает каждый. То есть за мной тоже следят. И в результате мне нужно предсказать, сколько они привезут зерна, если каждый использует вот этих вот мальчиков, которые подглядывают. И он сформулировал эту концепцию, что равновесием будет та ситуация, где каждый подослав мальчиков по всем остальным привезет, тем не менее, в оптимуме ровно то, что приведет к этим, значит, решениям всех остальных. То есть такая взаимо... взаимоуравновешивающая ситуация прогнозов. Прогнозы и реакция друг друга полностью, значит, ну, то есть друг друга оправдывают. То, что спрогнозировано, то и произошло, и то, что произошло, повлияло на мое решение, которое и было спрогнозировано. Это равновесие Нэша. Но с 1838 по 1950 год, 112 век, его существование было под вопросом, никто не мог это сказать. И вот была самая общая теорема Джодан Нэшу. Теорема умещается на одну страницу. Он сумел ее свести к так называемой теореме Кокутани о неподвижной точке. Есть теорема Брауэра, есть теорема Кокутани, и он к ней свел на одну страницу. Просто на одну страницу. В Нобелевское время одна страница. Такая есть Нобелевское время. В основном есть Нобелевское время ноль страниц, но об этом я скажу в 3 часа дня. Вот, пока одна. Да, кроме того, Джон Нэш. Кроме того, Джон Нэш, на самом деле, стал главным, ну, как бы, не главным героем, я не понимаю, сам не играл, но он стал вдохновителем фильма «Игры разума» про него самого. Фильм про него самого. Ну, я смотрел этот фильм. А кто смотрел фильм «Игры разума»? Поднимите руку. Не очень много? Ну, в принципе, посмотреть советую, хотя я бы сказал так, там довольно много дурацких американских эффектов, не очень глубоких таких, поверхностных. Но в целом одного просмотра достоин. Одного просмотра достоин. Вот. И далее он получает в 15-м году премию имени Абеля по математике за работы по вложению вкладки к многообразиям, алгебраические вложения вкладки к многообразиям. Короче, абсолютно стопроцентная чистая математика. И он единственный обладатель двух премий. Величайших премий. Премия Абеля по математике, премия Нэшского комитета по экономике. Единственная в истории. Вот. Дальше произошло следующее. Незадолго до того, как ему дали эту премию, да, он возвращался как раз, вот он умер через день после получения премии Абеля. Он возвращался в такси со своей женой и попал в автокатастрофу. Вот. Ну и за два месяца до этого он очень активно ездил и распространял свою статью под названием «Идеальные деньги», где обосновывалось, как, в принципе, мир может существовать и без банка, ну, грубо говоря. Ну и дальше как-то случайно умер. Ну, принято считать, что это, конечно, недоразумение. Ну, на этом про Джона Нэша все. Ну и, собственно говоря, наш с вами соотечественник Леонид Витальевич Конторович. Ну, его, собственно, достижения, его достижения знают все. Это линейное программирование. Оно изучается, ну, в большинстве вузов так или иначе оно изучается. Значит, я вкратце скажу, что он сводил задачи оптимального планирования к максимизации линейных форм на многогранниках. Ну, правда, тут может быть очень большая размерность. Вот эта двумерная картинка. В большой размерности какой-то многогранник, да, который ограничен гиперповерой, гиперпоскостями, да, гиперпространствами, на единицу меньше размерности, чем само пространство. Вот этот многогранник, в нем, значит, соответственно, какая-то гиперпространство едет вверх. Мы смотрим, на какой точке она доезжает, хранит. Вот, ну и там симплекс-метод разработан был. В общем, это замечательная совершенно наука, очень общая. Он получил за нее Нобелевскую премию за разработанный этот метод. И, значит, что интересно? Что здесь интересно? Наверное, самое интересное здесь то, что он попросил, чтобы не только ему, Даня, но еще и Теальеву Кукмансу, который тоже занимался этой задачей в Америке, и независимо от него, что он открыл, позже, чем он. Но он сказал, так как он не знал про мои результаты, честно, было бы выдать обоим. Вот этот пример как бы такого благородства, который совершенно невероятный, сейчас невозможно представить, и чтобы западный какой-нибудь ученый сказал, что нужно какой-нибудь еще ученому дать много искупления, скорее всего наоборот, бывает. Чему мне не дали, там, чему мне не дали. А вот Леонид Виталиевич проявил вот это вот благородство. Так, ну я хочу сочетать прикольные вещи, и на этом как бы завершить. То есть, оптимальный план неперевыполним. Вы знаете, да, в Советском Союзе всегда ставили, что нужно перевыполнить план. Вот вы ставите план, нужно перевыполнить, тогда у вас будут какие-то плюшки-конферки. Вот. Как сегодня это называется? КПА, да, название было? КПА. Ну и вот смотрите, что произошло. Значит, был предложен Конторовичем оптимальный план, оптимальный метод распила фалерного листа на основании как раз его этих самых результатов. Этот метод применили к разрезанию стальных листов. В 1949 году метод был внедрен на производстве Нейнградского вагоностроительного завода имени Егорова. Инженерам удалось улучшить показатели, что привело, однако, к негативным последствиям для сотрудников. Значит, по расчетам на одном из видов продукции из того же конечного выпуска должен был увеличить на 4%. Но в реальности эти расчеты немножко были неправильные и получилось увеличить на 2,5%. И заранее заложенное повышение показателей было сорвано. Вот. Завод не выполнил план по металлолому, да? Почему? Ну потому что металлолом брали из вот этих неоптимально разрезанных кусков и сдавали. Да, чем хуже ты сделаешь вырезку из кусков, тем больше металлолома у тебя пойдет. Вот. А металлолом тоже требовался. Ну, руководство получило выговор. Вот. Сотрудники лишились премий за недозначу отходов. Вот. Ну, впоследствии, правда, жалобы партийолога, наверное, были, и они получили премии в порядке исключительно. Так. Дальше. Конторович, советский родоначальник науки, механизм, дизайн, по которому будет следующая лекция в 3 часа. На самом деле, видимо, это вообще первый случай в истории, когда было проведено чисто вот рассуждение про механизмы. Значит, он работал поначалу, имел склонское опоздание, часто пользовался такси. И он обратил внимание на частые простые машины. Почему? Потому что такси было очень просто устроено, там, типа, 10 копеек за километр, и все. Если тебе везут за 2 километра, ты должен заплатить 20 копеек. Водителям это невыгодно. Водитель стоит-стоит, потом везет на 2 километра. Поэтому водители отказывались сажать пассажиров. Конторовичу это не понравилось, он разработал 2-х частный тариф. В первой в мире. 2-х частный тариф. И этот тариф был применен везде по СССР. Он ввел экономически обоснованные тарифы. Вот, плата за посадку появилась и такса за километраж. Вот, константы за посадку и дальше сколько-то за километраж. Вот, это предложение было опубликовано в самом престижном математичном журнале «Успехи мат наук». И применено таксоварками по всему Советскому Союзу. Вот, ну и, соответственно, вот премия. В 1975 год Конторовичу сообщают о полученном им Нобелевской премии. Извините. За вклад теории артимального распределения ресурсов. И он настаивает, чтобы выдали также компасу. Ну и, на самом деле, там еще кое-что. Советское руководство не знало, как к этому относиться, потому что, ну, вроде как, вражьи странные, а с другой стороны, дали нашему. И там мелким-мелким шрифтом в «Известиях и в правде» было советский ученый Леонид Китайский-Конторович получил многое рассмотрение. Вот таким вот шрифтом. Чтобы не рассмотрели, но все-таки опубликовали. Ну вот, собственно, спасибо за внимание. Маткульт-привет, это мой канал наш с моими, значит, помощниками. Наверное, многие знают. Я за ним. Канал в Ютьюбе пока еще не закрыт. У меня все время грозят, что закроют Ютьюб, но никак не закрывают. Пока не закрывают, заходите, смотрите. Есть персональный сайт саватеев.xyz. И недавно вышло две новые книги своим соавторством. Одна называется «Теория экономических механизмов от А до Я». «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». С авторством с хорошо знакомым многим здесь Александром Юрьевичем Крилатовым. А вторая книга – это «Введение в настоящую математику по мотивам 100 уроков математики». Вот. Ну, пока еще вторую. Я даже, ну, я в руках уже держал, но только мне на один экземпляр показали. Я ее даже толком не видел. Первую уже немножко просматривал. Ну, со временем, наверное, сюда тоже проведем. Вот. Телеграм-канал о проблемах образования ведем. И у нас есть, значит, обеднение «Родная школа», «Доктрина». Ну, в общем, всяческая деятельность, все, что вы хотите узнать о том, что происходит. Вот где-то вот среди этих четырех... В этих четырех источниках можно все увидеть. Спасибо за внимание. Вопросы? 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 Пару вопросов можно задать из вете. Нет вопросов? Кто Сколково приезжает на голову? Что он? Кто Сколково в Школко приезжает на голову? Не-не-не, это именно... это отдельный проект. Специально, да? Ну, конечно, конечно, Максим специально так сделал. Чтоб путались. чтобы заходили на школу и попадали в школу. Еще вопросы? Ну, тогда спасибо всем. Жду всех в три. А, есть еще вопрос, да? Нет? Все, тогда спасибо за внимание.